Сергей Михайлович, мы начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию после матча ФК Терадио ФК Витебск. Пожалуйста, Сергей Михайлович, прокомментируйте сегодняшний тур. Что я хочу сказать. И первый тайм получился, наверное, можно так сказать, борьбой характера. Ни одна из команд хотела уступать. Было много очень вязкой борьбы, много стыков было. И, ну, скажем так, не так много красивых коммуникационных действий. Из-за этого, в общем-то, может быть, красоты и элегантности было не так много, но зато бескомпромиссной борьбы было навалом. К сожалению, в этой борьбе мы потеряли еще одного своего футболиста. Надеюсь, она травма Тихомосского очень серьезная. Вроде и стык был, но так было уж страшно на первый взгляд, но тем не менее. В такой ситуации обычное преимущество получает команда, забившая первым. И нам это удалось забить со стандартного положения. Второй тайм с точки зрения стратегии нам было намного легче. Отыграться нужно было соперника наш. Задача была грамотно обороняться и контратаковать возможности с голевыми ударами. К сожалению, он получился довольно поздно, этот голевой удар, хотя мог быть и раньше, и игра могла успокоиться. Но до счета 2-0 хозяева поля серьезно нас напрягали и лезли вперед, и желание их, и жажда борьбы была огромна. Ну а после уже второго забитого гола, все-таки, на мой взгляд, и они, и мы окончательно поверили в то, что да, сегодня мы, наверное, победили. Потому что атаки стали не такие мощные, не такие целенаправленные. То есть где-то под спутно все-таки у них сидела мысль. Ну а у нас периодически получались очень острые атаки, которые могли завершиться еще голом. Ну, в принципе, вот так. Спасибо, Сергей Михайлович. Вопросы к главкому Казюги? Сергей Воркесевич, как он качественно от Безона? Скажем так, он очень достойный для своей поры года. Я считаю, из тех игр, что мы сыграли уже на натуральных полях, это, пожалуй, самый лучший. Но далеко от идеального, это было заметно, временами мяч неожиданно попрыгивал, но все-таки надо помнить, что у них страна не южная, поэтому для этого прыгают хорошие. Спасибо. Команда уже избавилась от инфекции, которая донимала? Да, это был серьезный удар перед предыдущей игрой, у нас даже два человека не смогли против Жодина просто доиграть, их пришлось просто убирать с поля, потому что они падали, температура была высокая, но какая-то эта инфекция такая нам удалось все-таки с помощью врачей нашей команды восстановить ребят и быстренько их поставить на ноги. Поэтому, в общем-то, сегодня у нас были все живые, не травмированные в строю, я считаю, как раз это дало нам сегодня нужный результат. Спасибо. Николай, коллеги, вопросы? Сергей? Нет вопросов. Спасибо большое. Пожалуйста, Сергей Владимирович, Ваш. Ну, здесь оправдываться я не буду, скажем, Витебск, скорее всего, заслуженно победил. Вот, не знаю, может быть, какое-то волнение было, первая игра дома, вот, к сожалению, не порадовали наших болельщиков. Я бы не сказал, что команда вообще не играла, да, что-то пытались создавать, да, кое-какие моменты были, вот, ну, в целом, в целом, с ним на победу мы не наиграли. Спасибо. Вопросы? Сергей Валерьевич, Андрей Масовский, Трибуна.ком, скажите, пожалуйста, в первой лиге команда играла, ну, с прицелом на атаку, атакующий футбол, в этом году как-то, ну, вот, не совсем это заметно, с Кромкочанином был очень такой закрытый, ну, казалось, Трибун в Вашем исполнении сегодня, Вы сами признали, что не было такого достаточного количества моментов. С чем связано? Вы как-то перестраиваете команду, или же что-то у Вас не было? Вы знаете, всегда хочется играть на атаку, всегда хочется, скажем, показывать зрелищный футбол, и не всегда это удается. Вот, если многие думают, что мы играем в закрытый футбол, то, к сожалению, это не так, иногда нас заставляет так играть соперник. Поэтому, скажем, на то есть объективные причины, да, с такими командами, как Динамо, Шахтер, я не скрывал, что мы пытались играть вторым номером, но, скажем, тот же Слуцкий, те же Кромкочи нас заставили так играть, и приходится по ходу игры, то есть из этой ситуации, выжимать какой-то максимум по результату. Спасибо. Вопросы? Сергей Роменко, футбол. Варколлега заявил, что их игроков откосила инфекция вирусная. Как это? А с Ваш было? Вы знаете, я эти, когда читаю, просто про себя смеюсь, да и все. Поэтому, считаешь, здесь информацию от команд не скроешь, кто где больной или здоров. Поэтому мы владели полностью информацией, знали, кто у них болен, а кто здоров, тоже, скажем, состав и протокол подтвердил наши. Поэтому мне это все, знаете, как на уровне слухов, мне это неинтересно. Спасибо. Есть официальное заявление, кто получил травму, насколько выбыл, вот этому, скажем, нужно придавать значение, а это все. Еще раз раздал Никита Пырьева, у меня достаточно много карточек, но при этом игра была не такой грубой, чтобы можно было раздавать. У Вас есть какие-то мысли, почему так много не получали команды? Ну, наверное, лучше Никите Пырьеву задать этот вопрос, потому что я бы тоже не сказал, что игра была грубая, но где-то какие-то нити, может быть, потерял. Поэтому спросите, задайте мне вопрос. У меня, по судейству, нет проблем. Претензии. Спасибо. Вопросы, коллеги? Все? Тогда спасибо нашей пресс-конференции. До свидания.